А вообще, мы когда с сыном разговаривали, он у меня такой, знаете, очень умный и в какой-то мере философ. Пришли с ним к такому интересному мнению, что думать о том, как тебе плохо, всегда легче. Вот легче придумывать себе проблемы, легче себе представлять, что обязательно произойдет какая-то неприятность. И ты себя уже начинаешь заранее жалеть. И думаешь, ага, вот это произойдет, что мне делать, что мне потом делать, как все будет плохо. А вот думать хорошо, что на самом-то деле у тебя будет все прекрасно, ты добьешься своей цели, ты будешь здоров, у тебя все получится. Вот хорошо думать и сочинять такие истории, что будет хорошо, намного-намного сложнее. Как правило, мы постоянно о чем-то переживаем, тревожимся. Я, кстати, тоже не исключение. И поэтому он меня всегда ругает. Вот даже перед этим экзаменом, я говорю, так переживаю, он говорит, а что ты переживаешь? Ты еще не знаешь, что будет, а ты уже переживаешь. Поэтому я всегда вспоминаю его слова и стараюсь переключать свои мысли. Вот даже сейчас хожу и думаю, ой, блин, из носа течет, глаза болят, из глаз тоже течет. Все заложила опять. Это точно у меня температура. Это точно я расклеюсь опять. И иду себя жалею. Нет, чтобы подумать, Светочка, бодрячком, ты завтра проснешься здоровенько, сейчас придешь домой, попьешь чаечку, найдешь, может быть, какие-то лекарства, витаминчики выпьешь. И все у тебя будет хорошо. И даже замечательно, понимаете? Нет, я вот иду и сама себе мозги промываю. Какая я несчастная, вот опять заболела, вот чуть не упала, а что было бы, если бы я упала, а какую бы ногу я повредила, а разбила бы я голову или нет. Вы представляете, вот эти вот мысли у меня постоянно в башке. Вот сколько гуляю. И потом вот вспомнила, что мне сын говорил и о чем мы с ним спорили, скажем так. Кстати, это была моя мысль. У него там были какие-то неприятности, и на этот раз я его старалась утешать. И вот я тоже ему сказала, ты понимаешь, что думать, что все будет плохо, намного легче. А ты вот пофантазируй, что у тебя все хорошо, и как бы это должно было быть, и что ты это уже имеешь, что у тебя вообще все прекрасно. И тогда я скажу вам, мозг перестраивается, действительно все налаживается. Просто нужно уметь себя тормозить на таких вот плохих мыслях. Вот не так, как вот это вот хрена этого не стормозишь. Иди сюда. Видите? Вот его тормозить сложно. Он все равно упрямо хочет своего добиться. А вы должны свои мысли плохие тормозить. Бобби ко мне сказал, бегом. Бегом сказала по жопе дам. Сюда подошел. Вот тянет его, он хочет, чтобы я с ним шлялась тут до ночи, до утра. Пойдем. Мы туда не пойдем. Что за противный ребенок? Ребенок противный, пошли. Идем в огороде поиграемся. Давай бегом. Так что настраивайте себя на позитив. И поверьте, все будет меняться в лучшую сторону. Рано или поздно. Рано или поздно. Рано или поздно. Рано или поздно. Продолжение следует. Спасибо.